МИХАИЛ ГОРОПЧУК Когда она увидит этот фильм в будущем, память никак не отзовется на то, что она увидит на экране. То есть она будет смотреть на другого человека со стороны, но она будет знать, что это она. Поэтому мне было интересно, что же она вспомнит, что же может вспомнить ребенок в два года. Поэтому проделась идея вот такого фильма экспериментального, к большому счету. Это понятно, что это субъективный взгляд. Я скорее подглядывал внутрь себя, как я вспоминаю свое детство, что я вижу. А она в данном случае, наверное, как герой и актриса. То есть мне трудно было заглянуть в... Ну, это же фантазия в любом случае. То, что она могла бы вспомнить в будущем. Технически, конечно, да. Я писал очень много звук. И на основе этих разговоров я пытался уже их как-то визуализировать. Придумать изображения под какие-то разговоры. Мне кажется, что все это снято в одном месте, в одно время. Если честно, я совершенно не формулирую для себя, зачем я это делаю. Как вообще, собственно, наверное, все я... Ну, все, что я делаю, ну, если это не заказ, это просто что-то свое. Собственно, я не знаю, зачем это делаю. Потому что я не могу не делать, наверное. Это был творческий эксперимент. Попытка найти что-то новое визуально. Поэкспериментироваться с киноязыком, если хотите. Я не считал, что я делаю фильм. Я просто делал эксперимент. Я не знаю, получится, не получится. Получится хорошо, не получится, ничего страшного. Мне было интересно. В какой-то момент что-то получилось. Я даже не был уверен, что это будет кому-то еще интересно. Вот эти все эксперименты. Ну, мне нравилось, что я делаю. Это было самое главное.